Так ли страшен ЕГЭ, как его молюют и с чем справиться сложнее всего? Ответы на эти вопросы удалось получить родителям выпускников. В рамках всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» мамы и папы, а также те, кому не доводилось сдавать единый госэкзамен, получили возможность испытать на себе весь процесс итоговой аттестации. Регистрация, проверка металлодетектором, с собой только паспорт и черная гелевая ручка – все как при сдаче настоящего государственного экзамена. Только за партами сидят не выпускники, а их родители. Проводится ЕГЭ для родителей, чтобы они понимали, что ощущают дети во время сдачи единого государственного экзамена. Поэтому у меня большая просьба, когда ребенок будет сдавать ЕГЭ, поддерживайте его всеми силами, не накручивайте ни в коем случае, потому что если ребенок переволнуется, он не сможет ответить даже на те вопросы, на которые он бы ответил в спокойной ситуации. Узнать, насколько сложен процесс итоговой аттестации, пришли родители, выпускники прошлых лет, журналисты, учителя, сотрудники органов власти и прокуратуры. Всего 32 человека. Перед началом испытаний – короткая инструкция о процедуре сдачи экзамена и правилах поведения в классе. Самое главное из них – нельзя переговариваться и ходить по кабинету. За ходом экзамена следили общественные наблюдатели. В каждом из трех классов велась видеозапись. То есть условия максимально приближены к оригинальным. После вскрытия конвертов с заданиями съемочную группу попросили из класса выйти. Таковы правила акции. Поэтому эмоции участников мы увидели спустя 40 минут. Достаточно сложно задания для меня конкретно были. И я открыто скажу, что к сочинению я даже не дошел. Но это было интересно. Для эксперимента это было очень интересно. Понимаешь, насколько сложно детям приходится и эмоционально, и в подготовке. Несмотря на то, что единый госэкзамен я сдавал 8 лет назад, я заметил, что произошли определенные изменения в контрольно-измерительных материалах. Стало меньше тестовых заданий. Стало больше вопросов с какими-то открытыми ответами. Единственное, что, пожалуй, самым простым для меня заданием было – это все-таки написать сочинение, высказать свою мысль. Настя Алпатова пришла на экзамен со своей мамой. Мария Николаевна с удовольствием села за парту и поставила себя на место дочери. А задания-то, в принципе, они все одни и те же. Русский язык один и тот же. И подготовиться-то вполне можно. Единственное, что сама ответственность, организация, это все, мне кажется, больше на детей нагоняет страха, чем сами задания. А вот мама Александра Терентьева, который в составе сборной команды России на днях завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке, вышла из кабинета взволнованной. Это сочинение я не успела переписать. Начала, а там надо было 150 символов, но я не успела. Наверное, символов 40 всего написала. Мы знаем, что у вас в этом году сын сдает, да? И вот ему предстоит это все. Да, он сдает в 11 классе, поэтому в этом году он сдает ЭГЭ. Конечно, мы волнуемся. Но сейчас, пока ему не до экзаменов, он у нас… Да, он сейчас у нас на выезде, на соревнованиях, поэтому мы думаем, что он вернется в марте, и мы начнем усиленно готовиться к экзаменам. В этом году единый госэкзамен в Ненинском округе сдаст 251 выпускник, в том числе ребята из отдаленных населенных пунктов округа. Также заявление на сдачу ЭГЭ подали 44 выпускника прошлых лет. Это студенты начальных и средних образовательных учреждений. Елена Семеновичева, Валентина Чибичек, Леонид Шишилов, Телеканал «Север».